Внешнеполитический маневр после нормандского формата Зеленский внес в Раду законопроект о децентрализации власти. 14 декабря 2019 года, 15.35. Наталья Сергеевская, Елена Анищук, Полина Политаева. Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в Конституцию страны, касающихся децентрализации власти. Содержание документа пока не раскрывается. По мнению экспертов, речь может идти о существенном расширении возможностей местных и региональных властей, которым Киев пытается подменить предоставление особого статуса Донбассу. Как полагаются беседники RT, в украинских политических кругах Зеленский хочет совершить внешнеполитические маневры и создать видимость исполнения Минских соглашений. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона об изменении Конституции страны относительно децентрализации власти. Согласно информации на официальном сайте парламента, президент определил законопроект как неотложный. Он был зарегистрирован и передан на рассмотрение депутатов 13 декабря. Ни текст документа, ни сопроводительная записка пока не были обнародованы. Также по теме. В Киеве не знают, что делать с Донбассом, почему Зеленский пытается переписать Минские соглашения. Киев намерен добиваться пересмотра Минских соглашений, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, украинские власти. Как отметил в беседе SRT директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, децентрализация власти, предусматривающая расширение полномочий органов местного самоуправления, это длинная история, которая началась еще при экс-президенте страны Петре Порошенко. Напомним, в 2015 году Верховная Рада в первом чтении одобрила изменения Конституции в части децентрализации власти, однако из-за несогласованности нормы об особом статусе Донбасса они так и не были приняты. При этом проведение конституционной реформы и децентрализация власти являются одними из ключевых пунктов Минских соглашений. Что касается содержания, о детали говорить не могу, так как он пока не опубликован. Но я знаю, как он готовился. Речь идет о том, чтобы повысить реальные возможности местной власти, и региональной тоже, принимать решения в интересах граждан, рассказал Погребинский. Он пояснил, что в настоящее время главы администрации назначаются из Киева, который также контролирует бюджет. В связи с этим региональные власти в большинстве случаев действуют в интересах центра, а не местных граждан. Таким образом, главный принцип реформы заключается в том, что теперь руководителем исполнительной власти в области и в районе будет человек, избранный местной властью, отметил собеседник. До конца 2020 года Верховная Рада продлила закон об особом статусе Донбасса. Верховная Рада Украины пролонгировала до конца 2020 года закон об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и. Стоит отметить, что 11 декабря депутаты партии Владимира Зеленского «Слуга народа» внесли в парламент проект с поправками к закону об особом статусе Донбасса. Сам закон был принят Верховной Радой Украины еще в 2014 году, но так и не был введен в действие. Тем не менее, акт неоднократно продлевали, последний раз это было сделано 12 декабря текущего года, до конца 2020 года. При этом механизм введения закона в действие был согласован украинской стороной на заседании контактной группы 1 октября в том виде, в каком он прописан в формуле Штайнмайера. Необходимость закрепить в Конституции закон об особом статусе Донбасса также подтвердили лидеры Нормандской четверки, России, Украины, Германии и Франции, на саммите 9 декабря в Париже. Политолог Иван Мизюхов в беседе С.А.Т. выразил мнение, что внесение Зеленским законопроекта связано не столько с децентрализацией, сколько с вопросом мирного урегулирования ситуации на востоке страны. Таким образом Зеленский пытается доказать участникам нормандского формата, что Киев якобы соблюдает условия Минских соглашений и идет на изменение основного закона страны согласно своим обязательствам. Поэтому я думаю, что этот проект стоит рассматривать не с точки зрения продолжения административной реформы на Украине, а с точки зрения того, что глава украинского государства пытается совершить внешнеполитический маневр после встречи в нормандском формате, сказал он. В свою очередь, источник А.Т. в украинском МИД также отметил, что администрация Зеленского будет таким образом пытаться демонстрировать готовность выполнять Минские соглашения и перекладывать всю ответственность на Россию, что напоминает поведение администрации Петра Порошенко. Аналогичного мнения придерживается и собеседник А.Т. в партии Голос. Он пояснил, что Запад устал от того, что Украина отказывается от обещаний, а Зеленский, выставляя виноватой Россию, пытается вернуть доверие западных партнеров. При этом Ивану Мизюха не исключил, что на сегодняшний момент никакие изменения в Конституцию Украины внесены не будут и все закончится очередным беспредметным обсуждением в парламенте. Он также добавил, что вопрос внесения изменений в Конституцию будет сопровождаться различными протестными акциями на территории всей Украины. Схожие мнения выразил источник А.Т. в партии Батькивщина. Даже каток под офисом президента не спасет главу государства от акций протеста. Я думаю, что проще построить на линии разграничения стену, чем убедить население согласиться на компромисс, заявил депутат.